Добрый день дорогой друг! Приветствую вас в этом видео уроке. И сегодня мы поговорим с вами о том, какие есть мифы о скрайбинге. Детально о том, что такое скрайбинг, мы останавливаться не будем. Если вы смотрите не первое мое видео, то наверняка уже об этом много слышали, видели и читали. Так вот, сегодня мы поговорим о том, почему люди не начинают заниматься скрайбингом, графической фасилитацией и многими разными интересными вещами. Обо всем этом, в этом видео уроке. И самый первый миф, я не умею рисовать. Многие люди считают, что для того, чтобы заниматься скрайбингом, нужно иметь особые художественные способности. Или я не в том возрасте, чтобы рисовать это несерьезно. Или мне уже поздно учиться рисовать. Или вообще, в принципе, я один раз попробовал, у меня не получилось. Зачем мне это надо? Вся правда в том, что быть художником не нужно для того, чтобы заниматься скрайбингом. Скрайбинг это простые и понятные схематичные рисунки, с помощью которых вы объясняете суть того, о чем говорите вашему слушателю, коллеге, партнеру по бизнесу или вашей аудитории. И самое главное, что вам нужно уметь рисовать, как я всегда говорю, это самые простые фигуры. А именно, квадрат, круг, треугольник, линию и точку. Если вы умеете их рисовать, тогда в скрайбинге у вас все получится. И второй миф. Нужно уметь рисовать все для того, чтобы заниматься скрайбингом. Многие люди боятся начинать заниматься скрайбингом, потому что думают, что они чего-то не умеют рисовать. Или не умеют рисовать какую-то определенную тематику. Или не умеют рисовать какие-то определенные детали. На самом деле, в этом никакой проблемы нет. Потому что, если вы планируете делать визуальные конспекты или визуальные заметки каких-то семинаров, вебинаров и так далее, вы можете заранее подготовиться к этой теме. Или, как минимум, на первых этапах вы можете использовать те визуальные символы, которые вы уже знаете. Поэтому можете смело приступать к скрайбингу. И третий миф. Моим друзьям, родным, не понравятся мои рисунки. На самом деле, это удивительно, но многих людей останавливает то, что кто-то не оценит их творчество. Здесь есть одна большая тайна. Если не хотите, чтобы ваши рисунки никто никак не оценивал, просто никому их не показывайте. И вообще, заведите себе блокнот. И первое время, когда вы начинаете делать первые шаги в скрайбинге, в визуализации, рисуйте для себя. А когда вы будете готовы кому-то это показывать, то, конечно же, уже в этот момент сможете показать. Уверена, вас оценят по достоинству. Четвертый миф. Это очень сложно. Многие люди думают о том, что так как скрайбинг – незнакомое слово, то и скрывается за ним что-то сложное, непонятное и тяжелое. И рисовать это тоже очень сложно. Или может скрайбить, или еще что-то делать, шкрябать, как говорят. Ну, в общем, суть в чем? Суть в том, что не нужно ничего бояться. Важно помнить, что любой скрайбинг, любой простой схематический рисунок начинается с простых символов. Если вы уже умеете рисовать, как раньше говорили, квадратик, кружочек, треугольничек, палочку и точечку, то у вас все получится. И ничего не бывает сложного, если все делать поэтапно. А этому мы с вами как раз и можем научиться. И пятый миф – рисовать за спикером могут только художники. С первого взгляда может показаться, что скрайбинг только в том, чтобы рисовать за спикером в режиме онлайн. При этом это не всегда так. Вы можете начинать с маленьких визуальных конспектов, которые делаете дома в свое свободное время. И, кстати, не всегда художники с легкостью осваивают скрайбинг. Очень часто им это мешает. Потому что суть скрайбинга как раз в том, чтобы передавать информацию быстро, легко и понятно. А у художников есть такая фишка, что они хотят, например, нарисовать это очень красиво. В скрайбинге не нужно рисовать красиво, главное – рисовать понятно и доступно. Поэтому делайте первые шаги и у вас обязательно все получится. И если вы уже готовы начать изучать скрайбинг, графическую фасилитацию, не боитесь делать первые шаги и хотите начинать вместе с другими, тогда присоединяйтесь к моей школе графической фасилитации и скрайбинга. Дату ближайшего обучения можете увидеть сразу под этим видео. Буду вам очень рада. А я желаю вам классного настроения, творчества и простых рисунков. С нами рисовать легко. Присоединяйтесь!